Здравствуйте, друзья! У нас сегодня с вами новое стихотворение. Это стихотворение Жака Привера. Стихотворение о очень голодном человеке, которое в конце завершается убийством, когда у человека уже, в общем, помешался рассудок, и он убивает за какую-то очень маленькую сумму, за небольшие бутерброды и кофе. И там ещё в конце, вы заметите, я немножко другим голосом буду читать, потому что там как будто бы это вставка из новостей. Перевод стихотворения посмотрите в комментариях. Сначала, кстати, посмотрите перевод, если вдруг у вас не очень хороший уровень, а потом уже стихотворение приступайте, потому что так будет понятнее. Это раз. Трех стихотворений очень длинно, я его прочту один раз, но медленно, чтобы вам было удобнее его учить. Давайте посмотрим. Оно называется «Ля Грас Матине», то есть это «жирное утро». Обычно мы «Ля Грас Матине» называем такое утро, когда мы ничего не делаем. Но здесь Жак Привера потребил его как раз-таки в значении «жирное», но наоборот, потому что человек очень-очень голодный. Voilà, давайте начнем. «Ля Грас Матине» «Ля Грас Матин». «Ля Грас Матин». «Яس AV Матин». Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok « Et il a beau se répéter depuis trois jours, ça ne peut pas durer, ça dure, trois jours, trois nuits, ça mangeait. » « Et derrière ces vitres, ces pâtés, ces bouteilles, ces conserves, poissons morts protégés par les boîtes, boîtes protégées par les vitres, vitres protégées par les flics, flics protégés par la crainte. » « Que de barricades pour si malheureuse sardine ? » « Un peu plus loin, le bistrot, café crème et croissant chaud. » « Et dans l'intérieur de sa tête, un brouillard de mots, un brouillard de mots, sardines à manger, œufs durs, café crème, café arrosé rhum, café crème, café crème, café crème arrosé sang. » « De l'homme qui a faim. » Voilà, c'est tout. « C'est tout. »